Я рад приветствовать вас, друзья. Сегодня я хотел бы представить вам программный продукт под названием «Лесной сервис». Хочу отметить, что этим выпуском компания Sconex открывает целую серию подобных веб-кастов, рассказывающих о продуктах и сервисах предлагаемых компанией. Меня зовут Андрей Куспис, я являюсь руководителем группы разработки лесного сервиса в компании Sconex и постараюсь сегодня рассказать о возможностях и преимуществах нашего сервиса. А также наглядно продемонстрировать реальный пример работы от создания контура делянки до получения приложения к отчету. Данный веб-каст рассчитан прежде всего на представителей лесного бизнеса, лесопользователей, арендаторов и чиновников соответствующих органов лесного хозяйства, но не исключает интересы и со стороны гис-специалистов, экологов, разработчиков, студентов и более широкого круга заинтересованных лиц. Надеюсь, знакомство с сервисом будет интересным и познавательным для вас. Несколько слов о предыстории создания сервиса. В 2018 году вступили в силу приказы Минприроды России номер 451 и 452, обязывающие лесопользователи включать в отчеты об использовании и воспроизводстве лесов материала дистанционного зондирования земли, совмещенной с аборисами лесных делянок. По итогам маркетинговых исследований, проведенных компанией, была выявлена потребность рынка лесного хозяйства в инструменте создания и автоматизации получения приложений к лесным отчетам. И в этом же 2018 году Sconex разработал для лесопользователей современный онлайн-сервис, упрощающий и автоматизирующий изготовление приложений к отчету об использовании и воспроизводстве лесов, которые содержат данные дистанционного зондирования земли. Благодаря встроенным в сервис алгоритмам и макетам, юридические лица, осуществляющие заготовку древесины и лесовосстановления, могут в полуавтоматическом режиме формировать приложения к отчетам, которые соответствуют требованиям приказов Минприроды 451 и 452. Основные требования к данным ДЗЗ и оформлению приложений к отчетам следующие. Пространственное разрешение снимков должно быть не хуже 15 метров. Наглядные изображения должны содержать фактические контуры лесосеки с изображением границ кварталов. Масштаб изображения применяется кратный 5000. Итоговый файл, прилагаемый к отчету, должен содержать следующую информацию. Это космический снимок территории с нанесенным контуром лесосеки, границами кварталов, координатной сеткой и линейкой масштаба. Также должна быть дата съемки, данные о типе съемки, уникальный идентификатор снимка и его пространственное разрешение. Кроме того, необходимо указать наименование юридического лица, подающего отчет, наименование субъекта Российской Федерации, лесничество, участковое лесничество, квартал, выдел, номер и площадь лесосеки, формы и тип рубки или лесовосстановительного мероприятия. В процессе разработки проводились консультации с представителями государственных органов лесного хозяйства на предмет точности позиционирования, масштабирования снимка и контура делянки, а также улучшения информативности выходного изображения. Сервис успешно эксплуатируется уже более двух лет. Им пользуются как крупные лесопромышленные компании и компании-агрегаторы лесных услуг, так и представители малого бизнеса, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерское хозяйство из разных регионов России. География наших пользователей довольно-таки обширная. Она включает такие регионы, как Карелию, Коми, Архангельскую, Вологодскую, Смоленскую области, Алтайский и Красноярский край, Бурятию, Иркутскую, Амурскую области, Хабаровский край и Приморья. Лесной сервис за годы эксплуатации активно совершенствуется, добавляются новые возможности, расширяется набор инструментов и функционала. И это во многом благодаря активности наших пользователей, по предложениям которых в сервисе реализуются интересные фичи. Достаточно вспомнить реализацию стичинга, сшивки контуров квартальной сети, снеппинга прилипания элементов соседних объектов, возможность отрисовки в приложениях мультиполигонов, полигонов с так называемыми дырками, контуризацией дорог и многими другими. Сервис базируется на веб-платформе Geomixer, флагманском продукте компании Sconex, которая представляет из себя полноценную геоинформационную платформу с полным набором GIS-инструментов и оперативным доступом к открытым и коммерческим данным, получаемым с оптических спутников. Таким образом, имея в бэкграунде мощную GIS-платформу, достоинствами и преимуществами лесного сервиса является не только собственный функционал, но и унаследованные от платформы Geomixer возможности. Теперь давайте поговорим о тех удобствах и преимуществах лесного сервиса, которые делают его привлекательным и удобным в эксплуатации инструментом. Надо сказать, что сервис отличается доступностью и простотой, благодаря которой пользователями сервиса зачастую выступают люди, мало знакомые с компьютерными или GIS-технологиями. Здесь можно отметить, что еще на этапе проектирования сервиса руководством компании была дана целевая установка по возможности эксплуатации сервиса максимально широким кругом пользователей, включая малый бизнес и индивидуальных предпринимателей, студентов и т.д. Несомненными удобствами сервиса является предустановленный набор карт, подложек, бэкграундность, возможность подгруза собственных растров, из изображений типа сканов, PDF и т.д. Для этого под капотом Geomixer выделяет индивидуальное файловое пространство, соответствующее файловой системе операционки, для хранения исходных материалов и других файловых структур. К этому и также дается набор операций для импорта, экспорта, печати, скачивания не только файлов, но и созданных из них слоев. Удобным средством управления контентом, кроме того, может служить и группировка слоев типа создания папок и т.д. Также в распоряжении пользователя находится набор инструментов, стандартный для более-менее серьезного GIS-редактора, типа QGIS, ARGIS и т.д. Для манипулирования объектами, расположенными на экстенте, с дополнительными функциями прозрачности, линейки, печати и т.д. Наверное, главным удобством и преимуществом лесного сервиса, благодаря геомиксеру, служит наличие таймлайна, который манипулирует отображением, фильтрацией, упорядочением мультивременных рядов снимков ДЗЗ. С помощью таймлайна радикально сокращается время подбора снимка и определения, уточнения контурных гранит с делянок и других лесных объектов. Также создаются условия для мониторинга и анализа динамики на основе ретроспективы, хозяйственной деятельности, природных и в ряде случаев техногенных факторов. Что касается модуля лесного сервиса, то в нем реализованы методы и алгоритмы, специально адаптированные к работе с лесными декларациями и отчетами. В частности, это способность создавать контура делянок по углам направлений и дистанции промерченных ходов. Именно в этом виде дается информация о контуре делянки в предоставляемом сдаваемом отчете. Также для проверяющих органов, кстати, может представлять интерес функция сервиса по обратному восстановлению углов и дистанции уже существующего векторного объекта в целях проверки достоверности заявленного в отчете перечня ходов контуров делянок. В данной функции предусмотрено создание привязочного хода и удобная привязка к пределах квартала. Можно отметить и работу с прилегающей квартальной сетью, такую как стичинг квартальных блоков, редактирование квартала с применением снеппинга. Ведь, как известно, квартальная сеть обычно представляет из себя набор примыкающих друг к другу прямоугольников, и при изменении одного прямоугольника необходимо примкнуть границы других прилегающих кварталов, как минимум трех. И здесь такая фича, как снеппинг, крайне полезна и экономит большое количество времени. Конечно, не обязательно создавать объекты делянок квартальной сети с нуля, вручную. У многих клиентов уже есть созданные в других дисприложениях или полученные от других источников готовые наборы объектов, таких как делянки, квартальные сети, в виде векторных слоев. Здесь задача упрощается до минимума. Здесь сервис позволяет загрузить данные, вот эти файлы с векторными слоями, большого количества форматов, и приступить к получению соответственных отчетов на их основе. Для получения отчетов реализована возможность пакетного получения отчетов, таких как слои делянок, или, например, всего слоя. Причем можно выставить автоматическое определение подходящего по визуальности масштаба. Возможность получения таблиц координат поворотных точек, контура делянки, отрисовка привязочного хода, перечень полезных функций можно продолжить и дальше. Однако давайте перейдем с вами к наглядной демонстрации реальной работы сервиса на примере создания контура делянки путем урочного ввода информации до получения самого приложения к отчету. Давайте теперь вместе с вами пройдем весь путь от создания делянки до генерации формы приложения. Для этого на тестовой карте мы создадим слой делянок. Также необходимо наличие квартальной сети. В экстремальных случаях можно обойтись без нее, но в 99% случаев она необходима. Так, мы уже заблаговременно загрузили квартальную сеть. Для нас дважды кликаем на ней для того, чтобы отобразить ее на экстенте. И также нам надо включить таймлайн со слоем спутниковых снимков. Вот мы включаем Сентинелл. Слоем таймлайна отобразился. Так, снимок подгрузился. Он не очень удачный, с облачностью. Давайте подберем, что это более подходящее. Туман. Так, вот хороший снимок. Так, все у нас готово. Теперь нам надо... Теперь мы перейдем во вкладке снова сервиса. Вкладка делянки нам нужна. Так, нам нужно... Для того, чтобы создать делянки, нам нужно прежде создать слой делянок. Слой делянок – это контейнер, куда мы будем складывать наши создаваемые делянки. Так, нажимаем «Создать». Вводим углов дистанций. Так как мы вручную вводим углы и дистанции. В появившейся форме нам надо ввести имя слоя. Система нам предлагает там, например, делянки. Она просто запоминает последний ввод. Воспользуем ее предложение. Квартальная сеть у нас уже автоматически подгружена. Так как в дереве слоев у нас она одна. Все готово. Нажимаем «Создать». Так, у нас создался слой делянки, который является на данный момент пустой. Добавляем делянку. Нажимаем. Так, для удостов переносим форму. Здесь вот выберите тип известных вам данных. Это слой квартальной сети. Он уже автоматически отображен в слой, который привязан к делянке. В случае нестандартной какой-то ситуации мы всегда можем ввести нестандартную квартальную сеть. Теперь давайте посмотрим на абрис Вадима и делянки. Абрис отчета. Так, вот абрис. Квартал номер 30. Вот, соответственно, наша делянка Вадимы. Вот таблица хода углов и дистанций. Так, вводим номер квартала 30. Система нас автоматически позиционирует на центре этого квартала. И опорная точка ставит по середине. Если мы знаем координаты непосредственно опорной точки, то мы вводим их в эти поля. И система позиционирует нас на этой координате. Если мы не знаем координаты, то мы, соответственно, смотрим, от какого столба или от какого объекта на территории мы будем привязываться. Давайте опять посмотрим абрис. Мы здесь видим, что нулевая точка здесь – это квартальный столб в северо-восточной части квартала. Значит, ищем у себя, скорее всего, вот эта точка. Так, и теперь нам надо перенести точку. Для этого мы включаем редактирование. Выделяем контур квартала. И переносим, соответственно, оп, что-то не то пошло. Так, вот переносим точку на этот квартальный столб. В большинстве случаев мы не сможем спозиционировать сразу на эту точку. Для того, чтобы мы точно посадили нашу опорную точку на этот квартал, мы нажимаем контрол и с помощью снэппинга точка автоматически сразу садится на эту точку. Теперь выключаем активизацию квартала. Закрываем редактирование. Так, у нас готово. Теперь мы должны вводить... Вот у нас есть привязочный ход, мы видим. И дальше основной ход. Вот, соответственно, таблица ходов, углов и дистанции. Как она всегда в несколько потрёпанном виде, как и обычно у лесников. Так, и значит, мы начинаем ввод ходов дистанции. Начинаем с привязочного хода. Так, с северо-забсистема нам в красном отметила неправильный ввод. Так, с СЗ. Так, поправим. 4 градуса. 70 метров дистанция. Готово. Вот она отобразила. Переходим к основному контуру делянки. Юго-запад 26 градусов. Дистанция 180 метров. Юго-запад 37 градусов. 208 метров. Северо-запад 70 градусов. В оригинале там 30 минут. В оригинале это получится полградуса. 70.5. Дистанция 155 метров. Так. И опять юго-запад. Юго-запад 86 градусов. 148 метров. Северо-запад 70 градусов. 284 метров. Северо-запад 6 градусов. 30 минут. 6.5. 140 метров. Северо-восток. 74 градуса. 495. Для перехода одного хода к другому мы используем табуляцию, чтобы не снимать рук с клавиатуры. Так. Юго-восток. 74 градуса. 315 метров. Так. Готово. Нам замкнули контур. Вот она наша делянка. Соответственно, контур такой же, как в абресе. Всё точно. И теперь мы, соответственно, всё готово. Всё заполнено. И нажимаем «Далее». Создаём геометрию контура делянки. Так. Вот у нас создалось контур. И мы перешли ко второй форме. Атрибутивные таблицы. То есть нам надо ввести атрибутивную информацию о нашей делянке. Так. Ну, тип отчёта, который используется, мы возьмём об использовании лесов. Наименование, организация. Придумаем. ООН, например, арендатор. Так. Назовём. Субъект Российской Федерации из выпадающего списка выберем регион. Давайте возьмём Смоленскую область. Так. Лесничество. Ну, назовём учебное. Чисковщество, скажем, дальнее. Дачу, урочище пропустим. Квартал 30 у нас. Выдел 1. И второй. Нет, он здесь 1.2. То есть это часть первого выдела. То есть будет 1.2. Делянка 1. Форма рубки сплошная оставим. Тип рубки поставим. СПР. Сплошная рубка. Так. Год. 2020. 2020. Эксплуатируемая площадь. У нас площадь общая и эксплуатируемая совпадают друг с другом. 20 и 9. Значит, вводим. 29. 29. Всё. Готовы мы атрибутивную информацию в Вене. Проверяем готовность. Нажимаем Создать. Так. Делянка у нас создана. Вот мы здесь видим её в списке. Номер квартала 30. Делянка 1. Статус красный. Обозначается то, что приложение к отчёту ещё не получали ещё. Карандашик редактирования. Это приближение. Корзина. Это удаление. Контура. Так. Теперь посмотрим. В дереве слоёв. Вот она слой делянки. Проверим. Таблицу атрибутов. Вот у нас, соответственно, поля. Информационные, атрибутивные. Снэп – это привязочный ход. Фейерстат – это внутренняя служебная информация. Вот, соответственно, все остальные поля присутствуют. Система внутри хранит вот такие названия колонок. Так. Значит, у нас всё готово. Так, теперь один немаловажный момент, который нужно обсудить. Нам для того, чтобы получить приложение к отчёту, нам нужно выбрать один слой снимков. Так как если, как в данном случае, у нас выбраны все четыре слоя, у нас будет наложение всех четырёх слоёв. И результирующий снимок будет, скорее всего, не тот, который мы ожидаем. Мы выключаем все эти ненужные слои и оставляем тот, который нам нужен. Переходим во вкладку отчёта. Так, вот лимит отчётов 49. Выбор слоя. Выбираем наш слой делянки. Появляются формы для ввода информации. Так, поля работают способом совмещения с полями атрибутивной таблицы. Вот, например, тип рубки мы совмещаем с типом рубки названием колонки. Но большой плюс сервиса является то, что если мы уже до этого вводили поля колонок, то эта информация сохраняется, и мы нажимаем вот этот значок, и, соответственно, она автоматически проставляет прошлые совмещенные колонки. То есть нам не нужно по несколько раз вводить, масштаб у нас 10 тысяч, квартальная сеть, давайте получим координаты точек и получим привязочный ход. Так, выделяем делянку. Она активировалась на экстенде. Появляется создание отчёта. Нажимаем. Так, отчёт создан. В виде zip-архива. Сохраняем. Файловая система у себя. Так. В zip-архиве сохраняются jpeg. Переходим к этому zip-архиву. Открываем. Вот они, значит, два jpeg-файла. Вот составим. Так. Первый – это сам отчёт. Приложение, точнее, к отчёту. Вот у нас. Сейчас попытаемся его немножко спозиционировать. Так. Так, увеличим. Немножко не полностью виден. Так. Вылечим. Так. Ну, как мы видим, у нас здесь контур, привязочный ход, квартальная сеть. Всё лежит на снимке. Атрибутивные данные в таблице ниже. Так. Смотрим. Второй jpeg. Это таблица координат поворотных точек. Так вот. Таким образом, мы получили, соответственно, приложение к отчёту. Так. Значит. Ну, как видите, это оказалось довольно-таки простым и быстрым действием. И, надеюсь, увлекательным действием. В лесном сервисе есть очень много интересных функций и способов работы с лесной и географической информацией. И он способен, если честно, на многое следует. Ну, наш обзор подошёл к концу и, вполне вероятно, мы рассказ о лесном сервисе продолжим в будущих выпусках. А пока я должен вам сказать до свидания. Спасибо за просмотр.